Девушки отдыхают Девушки отдыхают Стоит также помнить, что в одном из грядущих обновлений данную машину переведут из статуса премиумных машин в статус коллекционных, ну и соответственно вы его сможете продать опять-таки за 7500 золота. Что касается стоимости рулетки, суммарно 20 прокрутов обойдутся вам в 23592 золотых монетки. Я разделил данную рулетку на 3 части по стоимости и по прокрутам, исходя из наличия вот этих уже давно нам известных чекпоинтов, которые вы можете делать прокрут в частности на 8 уровне и на 15 уровне рулетки всего лишь за 1 золотой. Ну и соответственно считал вместе с учетом вот этого вот прокрутика. Так вот ребят, первая часть рулетки до 8 прокрута включительно обойдется в 2461 золотой. С 9 уровня по 15 прокрут включительно обойдутся еще в 7891 золотой, ну и соответственно суммарно 10352 голды за 15 прокрутов суммарно. Ну и последняя вот эта часть, которая является крайне короткой, всего лишь 5 прокрутов и вроде бы как бы и недорого, но ребят, если просуммировать, то получается 13240. А это уже значительная цена за прокрут всей рулетки, в частности за прокрут последней части. Что касается шансов выпадения, самые низкие шансы выпадения на главную награду, то бишь на танк и на легендарный внешний вид для нее. Ну и соответственно вот эти два последних прокрута, ребят, как правило на них и приходятся главные награды по любой рулетке. Соответственно вот эти два прокрута отдельно стоят 5000 золота, ну и если вы прокрутите до 18 прокрута включительно и дальше идти не будете, потому что забрали себе как минимум главную награду в виде танка, то соответственно 18 прокрутов включительно обойдутся в 18592 единицы золота. Честно говоря дороговато, а сам танк я лично считаю крайне посредственным и я бы не сказал, что он прям сильно как-то отличается от других проходных танчиков средних на 10 уровне. Но здесь есть также два раза возможность забрать по одному контейнеру мега контейнер, есть возможность по одному конту забрать три раза мистических и есть также здесь собери их все три штучки и два раза по два контейнера китайских. То есть китайской нации контейнеры, из которых можно забрать какую-то еще себе китайскую машину, либо премиумную, либо коллекционную. Что касается приказика, приказик очень прикольный, очень классный и простой к выполнению, потому что здесь необходимо победить 35 раз за два отведенных дня. В принципе можно неплохо поднапрячь свою пятую точку и забрать себе еще три контейнера бомбических. Я лично считаю приказик вполне себе интересным. Из неинтересного я вижу здесь только анимированный аватар, ну и соответственно 100 тысяч серебром три раза, что существенно затянет на себя шансы выпадения, ну и скорее всего серебро забрать вам все-таки придется. Ну что, ребят, давайте будем прокручивать, смотреть что с этого получится. Не могу сказать, что сильно буду куда-то уходить в минус, хочу пройти только первый вот этот вот участок данной рулетки до прокрута за один золотой. И с первого прокрута я получаю мистический контейнер, из которого мне скорее всего выпадет свободка, ну или иксы какие-нибудь. Свободка, талисман, ну и то, что я говорил, сертификат еще на свободный опыт. Едем дальше. Так, забираем, крутим еще раз за 100 золота. Я очень хочу забрать себе 121б, именно потому что он у меня уже в ангаре есть, ну и соответственно таким образом приумножить наличие серебра у меня, ой серебра, голды, простите, в моей копилке было бы неплохо. Если я потрачу 2461 золотой и все-таки заберу себе танк, то соответственно в два раза подниму свою копилку. Ну а если не получится, то тогда просто получается 2460 солью в никуда, забирая себе всякого рода сертификаты на свободный опыт и иксы, которые по большому счету мне не сильно надо, так как все, что мне хотелось, я уже на аккаунте прокачал. 330 золота приносят нам, ну давай, еще раз собери их все. Ладно, ну уже хорошо, уже спасибо, что не серебро, но боюсь, что серебро будет немножечко попозже. Едем дальше, крутим, крутим рулетку и 465 золота приносят нам, ну давай, давай что-нибудь жирное мне, пожалуйста. Да, дало мне жирное, иксы, икс 10 в количестве трех штук. Ну если бы на каком-нибудь аккаунте, который я прокачивал, то я бы сказал, что классно, хорошо, нормально, а так я бы сказал, что не очень. Что касается моего опыта прокрута рулеток, то хочу отметить, что ни одна рулетка не заканчивалась для меня, когда я забирал главную награду раньше, чем последний прокрут. Говорю о том, что какую бы рулетку не крутил, в которой хотел главную награду забрать, не заканчивалась для меня раньше, чем заканчивалась в принципе вся рулетка. И танки всегда я забирал исключительно на последних прокрутах. Ну вот, пожалуйста, еще раз выпадает серебро, и за 1 золотой, что я получаю? Ну, не верю я, что мне за 1 золотой выпадет 121b, аж никак. Великолепно, великолепно, я получаю еще 100 тысяч кредитов. Дальше идти не вижу абсолютно никакого смысла, потому что дальше вторая часть рулетки обойдется мне ни много ни мало, а в целых 7891 золотой. Понятное дело, мог бы остановиться и на половине, допустим, там второй части, но не вижу в этом какого-то смысла. Ну что ж, главная награда не выпала, шансы выпадения в первой части рулетки вы видели своими глазами, все показывают таким, какой она есть на самом деле, и считаю, что в этом и есть честность. Я не делаю нарезки и не показываю только все самое красивое, самое жирное и самое выгодное. Что касается самого танка, как обычно, посмотрим на технические характеристики исключительно по орудию, все остальное будем заценивать непосредственно в бою. Хорошее время перезарядки 6.14 с учетом установленного досылателем. 245 мм пробития достаточно, чтобы играть на 10 уровне, ну а 350 единиц альфы я считаю неплохим показателем для среднего танка на 10, ну и соответственно, в целом считаю вполне себе комфортным орудие, потому что здесь еще и время сведения 2.6, я бы сказал, что практически божественное, ну и разброс здесь чуть больше, чем 0.3. Что касается угла склонения орудия вниз, всего лишь минус 6, это действительно дискомфортно, это действительно не сильно приятно, отыгрывая на каких-то неровностях. Ну что, ребят, берем машину и поехали, посмотрим на что она реально способна. Итак, ребят, погнали. Ну, погнали это очень громкое слово, потому что с места 121 стартует не очень бодро. Что касается игры на данной машине, то, допустим, на рудниках не сильно комфортно по одной простой причине, потому что ехать в район тяжелых танков, там где находится база, не сильно приятное занятие по одной простой причине, потому что мы не обладаем какой-то крутой живучестью, у нас нет какой-то нормальной брони, ну и соответственно, выживать, сопротивляясь против тяжей, занятие неблагодарное. Что касается ехать на горку, тоже мало приятного по одной простой причине, потому что у нас нет угла склонения орудия вниз, и это доставляет, опять-таки, дискомфортом. Поэтому приходится на 121б в основном отыгрывать где-то на дальних расстояниях, ну а уже когда там плюс-минус что-то становится понятно по бою, можно подъезжать поближе и пытаться накидывать уже вблизи. Также имеет смысл играть с каким-нибудь напарником, которого вы выберете себе из числа своих союзников, ну и соответственно, вместе с ним пытаться где-то что-то зарешать. На дальних расстояниях на 121б отыгрывать действительно очень комфортно, у него очень классное время сведения, очень классная точность и крайне приятная скорострельность. Плюс к тому, 350 единиц урона, это существенно, когда вы бьете по любой машине, вне зависимости от того, ПТ-ха это ЛТ или тяжелый танк, который заряжен ХП-шкой. Сейчас попытаемся подъехать немножечко поближе, ну и соответственно, где-нибудь вблизи чего-нибудь зарешать. Еще одна очередная жертва, которая здесь стоит, расторговывает собой, но в то же время, в то же время начинают меня потихоньку разносить, проскочить проскочило, толку мало. Вот, включаем адреналин, но боюсь, не сильно это поможет, надеюсь, надеюсь, но ничего не вышло. Слишком, слишком я погорячился, слишком поторопился, ну вот как есть, так и есть. То, что я говорил, упарываться на данной машине, остро противопоказано, потому что самостоятельно зарешать не выйдет однозначно. Жаль, конечно, что таким образом закончился бой, но с учетом того, что он 121б способен на немножко большее, я считаю, что в данном случае одним боем обойтись будет нечестным по отношению к данному танку, ну а значит, после этого боя заедем еще в одну катку и, возможно, там у нас получится сделать чего-нибудь поярче. Досматриваем данный бой и отправляемся сразу в следующий. Итак, ребят, смотрите, несмотря на то, что я довольно быстро слился и мог продержаться потенциально в бою гораздо дольше, чем 2400 с копейками единиц нанесенного урона. Они приносят мне немножечко серебра, но я не могу сказать, что это какая-то крутая цифра за такое количество настрела. С другой стороны, это проигрышный бой и из прем-аккаунта у меня получается неполных 22000 серебром. Ну а что касается отсутствия према, то выехал бы в небольшом плюсе в 6000 с половиной, на которое бы, в принципе, не обратил внимания на общем размере своей серебряной копилки. Что касается моей результативности в команде, то я занимаю первое место и стоит отметить, что даже если бы я продержался немножечко дольше, да, я бы накидал немножечко больше урона, но при этом всем почему-то мне кажется, что победу бы мы явно не одержали, потому что союзники как-то уж бодро сливались. Я ни в коем случае не перекладываю на них вину в отношении того, что мы проиграли, да и, в принципе, к проигрышам я отношусь абсолютно спокойным, чего, как говорится, и вам желаю. Просто констатация факта, что команда показала себя не в лучшем свете, ну а то, что я быстро слился, она вряд ли повлекла за собой проигрыш команды. Хотя тоже могу сказать от себя, что отыграл не идеально. Ну что, отправляемся в следующую катку, глядишь, может там лучше что-то получится. Ну что ж, ребят, вторая катка, давайте попытаемся сделать чего-нибудь получше, но не уверен, не уверен, конечно, что это выйдет. Параллельно с тем, пока мы едем и пытаемся найти, против кого мы будем здесь сражаться, могу над себя вам сказать следующее. Есть ярко выраженные плюсы и ярко выраженные минусы по данной тачке. Ярко выраженным плюсом данной машины является однозначно орудие, которое является бодрым, приятным, крайне быстро перезаряжающимся, но и, соответственно, крайне точным. Что же касается ярко выраженных минусов, это подвижность данной машины, потому что хотелось бы, чтобы она все-таки двигалась немножко побыстрее. В связи с тем, что есть второй минус, крайне существенный, это, ребят, живучесть данной тачки. Уж больно картонная, уж больно приемистая на все снаряды, которые будут в вас вылетать, ну и, соответственно, далеко не каждому танкисту будет получаться выживать часто в боях, играя на 121Б. Если бы этой машине добавили немножко подвижности, или, по возможности, по возможности добавили ей немножечко брони, чем увеличили ее живучесть, то я думаю, что машина была бы гораздо интереснее. Но она и так, в принципе, интересна, хотя в то же время, как я говорил, она для меня является крайне посредственной. Это связано с тем, что в целом среди прокачиваемых машин на 10 уровне, среди средняков, вы сможете найти себе достойную замену. Кто-то скажет по поводу того, что это все-таки премиумная машина и приносит больше золота, но скажу вам откровенно, по тому, что вы, допустим, видели в виде результатов предыдущего боя, становится понятно, что это далеко не фармер. То есть это просто премиумная тачка 10 уровня, на которой, если вам нравится будет играть, то вы просто будете фаниться и получать удовольствие. А вот зарабатывать на ней, это абсолютно не вариант. Я бы сказал так, если вам нужна машина для заработка, то это явно не 121б, это во-первых. Ну а во-вторых, все помним всегда по поводу того, что зарабатывать действительно получается на восьмерках, а десятки, как премиумные, так и коллекционные, вне зависимости от того, какой у них там коэффициент фарма, это все-таки больше про фан и веселье, нежели про заработок. Так, ну хотя бы загуслил, не успел выцелить нижний бронелист, обидно, конечно. Ну ладно, попытаемся получить немножечко заработка по настрелу на КПЗ-70. Ну, давай, родимый. Отправляем товарища в ангар отдыхать, и вот в этом бою мы сможем заценить результативность данной машины в виде фарма уже в победном бою, потому что мне почему-то кажется, что поражение здесь практически нереально. Накидываем последний выстрел, последний урон, который можем накинуть, ну и, соответственно, давайте заценивать результаты. На моем счету два уничтоженных соперника, на моем счету неплохое количество настрела, ну а что касается количества полученной серебра, то сейчас будем смотреть в результатах боя. В целом, не могу сказать, что 121Б прям совсем какой-то неприятный танк. Просто он не сильно отличается для меня от многих проходных. 3800 единиц урона, как я уже сказал, два фрага на моем счету. Что касается заработка, то здесь с учетом прем-аккаунта получается уже 78700, что существенно больше, нежели в проигрышном бою предыдущем. Ну а что касается заработка без учета прем-аккаунта, то 48800, грубо говоря, 49. Что касается моей результативности в команде, по количеству нанесенного урона, бодрое второе место и, в принципе, мог бы выйти на первое, сделав я на один выстрел результативный больше. Но это если бы я успел, если бы быстрее машина перекатывалась, то к тяжам в корму заехал бы быстрее. Считаю, что стоит, как и обычно, похвалить наших союзников за то, что составили нам кампанию в этом победном бою. Ну а что касается наших соперников, то считаю, что нужно лайкнуть тех ребят, которые сделали максимум для победы своей команды, но, к сожалению, победы не одержали. Мне даже кто-то диск поставил, я вот только не знаю кто, ради интереса посмотрю, и диск мне поставил КПЗ-70. За что? Только за то, что ты в меня промазал. Я тебе лайк только что поставил. Зараза ты такая. Ну ладно. Я так понимаю, что просто парень или девчонка, кто его знает, кто там за штурвалом сидит, из трусов выпрыгивает из-за того, что победить не получилось. Ну, значит, надо было больше для победы делать. Я снимаю видео такими, как получается, поэтому не сильно казните меня, если что-то не устраивает, а лучше пишите в комментариях свое мнение по поводу того, что вы увидели, ну и в частности по 121Б. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, ну и, соответственно, подписывайтесь на другие мои проекты, я вам буду благодарен за поддержку моих начинаний. Побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok